Всем привет, ребята! Сегодня есть мой для вас очень-очень долгожданный видео не про макияж, не про бьюти, но это будет распаковка одежды и канцелярии с файлдерис к школе, потому что, думаю, пора уже открывать рубрику Back to School. Многие просили, спрашивали, будет ли у меня такое видео, и я решила его снять. В этом видео будет достаточно мало товаров, но хочу с вами поделиться ими, и будут, конечно, в следующей части я буду что-то докупать. Поэтому прошу вас поставить лайк, подписаться, если вам понравилось это видео, и также можете перейти на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, и ссылки на все продукты из видео тоже будут в описании и в закрепленном комментарии. Думаю, я начну с одежды, и первый хочу вам показать вот такой свитшот с файлдерис. Он достаточно бюджетный, стоил где-то 1100 рублей. Я прикрепляю вам фотографии, также буду показывать, как выглядят все товары на мне. Если это из одежды. Здесь вот такая надпись, он достаточно такой широкий, оверсайз. Я заказала в размере М, и это продукт из моего любимого магазина. И да, вот размер М. Это такой свитшот, он без капюшона, у него очень хорошая ткань. Вот так выглядят рукава. И также здесь есть очень такой тепленький начосик. Поэтому на осень, зиму будет самое то. И сейчас я покажу вам, как он выглядит на мне. Надпись достаточно качественная, поэтому она вышитая, а не наклейка. То есть здесь именно вышитый принт. И вот таким образом смотрится этот свитшотик на мне. Мне он очень нравится, он очень широкий, такой прям уютный, большой. Я очень люблю такие вещи. По длине, я бы не сказал, что он прям супер длинный. Но у меня размер М и рост у меня где-то метр шестьдесят девять. Поэтому думаю, для тех, кто более маленького роста, идеально подойдет, если вы любите длинные толстовки. Но и для моего роста, мне тоже очень нравится, как он выглядит. Он очень уютный, как я уже сказала. Поэтому могу смело рекомендовать. А здесь вот такие есть даже резиночки. И также снизу также резиночка. Дальше хочу показать вам безумно классный товар. Это вот такой свитер с принтома Hello Kitty. Он имеет белый такой молочный оттенок, но при этом рисунок, он такой красно-бордовый. То есть это такой темно-красный оттенок. И я его вообще заказала за шестьсот рублей. У него хороший материал, восемьдесят процентов акрил. К ней сколько процентов? Двадцать процентов полиамид. Дальше показываю вам вот этот чудесный свитер с Hello Kitty. Здесь на рукавах вот такие сердечки. Он достаточно также уютный, большой, оверсайз, так сказать. Там единый размер, как я вам уже сказала. Но принт, как по мне, он достаточно качественный. Нигде не торчат нитки, при том, что я купила его за шестьсот рублей. Здесь идет резиночка. Я вам сейчас постараюсь показать. Вот, получается. И я могу прям его смело рекомендовать на зиму, на осень. Прям идеально. Думаю, в нем будет тепло. Хочу рассказать вам о своих новых продуктах по уходу за волосами от бренда Names Skincare. У них появилась новая линейка по уходу за волосами. Здесь у меня кондиционер и шампунь для сухих поврежденных волос. Эта линейка направлена на восстановление и увлажнение волос. Шампунь мне очень сильно понравился. Я тестировала достаточно долгое время линейку, чтобы поделиться с вами своим прям точным мнением. И что могу сказать? Он очень приятно пахнет. Здесь хороший объем. Он отлично очищает кожу головы. Хоть у меня кожа головы и жирная, но у меня волосы по длине достаточно сухие. Поэтому я обязательно всегда использую кондиционер. Так как он их очень хорошо увлажняет. Вот именно из этой линейки мне он очень сильно понравился. Мою жирную кожу головы он оставлял чистый где-то 2-3 дня. Для меня это очень хороший результат. Также они оставляли вот эти оба средства. Приятный аромат на волосах. Какое-то небольшое время, но это тоже немалый плюс, как я могу сказать. И также на Wildberries эти средства вы найдете. И в комбо они стоят достаточно бюджетно. Плюс тут большой объем. Смело вам рекомендовать эти средства для волос. Они бюджетные. Вы также можете сами убедиться, почитав отзывы на Wildberries у других пользователей. Но я прямо очень сильно рекомендую вам попробовать вот эту линейку по уходу за волосами. Она очень бюджетная и по-настоящему стоящая. Также от этого же бренда Names Skincare я попробовала уходовую вещь для лица. И это вот такой молочный мист для лица. Мне он очень сильно понравился. Он отлично увлажняет кожу. Я могу его использовать как перед макияжем. Он отлично увлажняет кожу и убирает какие-то мелкие шелушения. Потому что у него очень приятная такая кремовая текстура. То есть сам по себе продукт не супер прям жидкий. Вы его распыляете на руку и наносить просто на кожу. Например, как крем или же как сыворотку. Потому что у него очень приятная такая жирненькая увлажняющая текстура. Понравится как на него ложится макияж. Я его могу иногда использовать. Чисто протереть лицо тоником. И использовать вот это средство. И не наносить ни сыворотку, ни крем. И очень хорошо он подготавливает кожу к макияжу. Дальше хочу показать товар, который я сказала. Так как на оставшуюся часть лета. Но и в школьный период я также буду носить. И это вот такая вот футболочка. От нового продавца. На Вайлберис от бренда Мира. Здесь были вот такие вот две резиночки. Я специально не отрывала. Чтобы вам показать, что очень приятный бонус. Здесь 100% хлопок материал. Она очень качественная. Принт также качественный. Это не наклейка. И я думаю, что принт продержится достаточно долго. Также у бренда много разных принтов. И они обновляются. Поэтому советую проследить. У меня в размере L эта футболка. И она, я бы не сказала, что прям супер оверсайз. Но мне нравится. Я буду ее носить и в школу. И какие-то толстовки, кофты. Поэтому продукт очень универсальный. Дальше показываю вам вот эту футболку. Она очень качественная. Здесь очень приятный такой легкий материал. Можно даже летом ее носить. Подойдет, мне кажется, по любой совершенно образ. Можно из кофты носить и с толстовкой. И под какой-то свитерок одеть. И с джинсами. Вообще очень универсальный цвет. И вообще принт. То есть особенно для тех, кто любит сферу аниме. Там очень много разных видов принта. И мало достаточно отзывов. Но магазин только развивается. Поэтому обязательно пробуйте. Заказывайте. Там очень много разных новых брендов. Выбирайте. Также они обновляются. Поэтому, думаю, стоит следить за этим брендом. Переходим к канцелярии. Начнем вот с такого милого пенала. Это как пенал-косметичка. Но я обычно беру с собой очень много разных ручек, карандашей. Там всякие транспортиры, циркули. Ну, думаю, все знают. И я взяла прям такой очень объемный пенал. В который очень много всего поместится. Здесь нарисован вот такой вот милый собачонок. Я не знаю, кто это. И также надпись. Кик. Ой, кип, блин. Кип early hours. Вот. И на замочке вот такая жемчужинка. В общем, пенал очень качественный. Я люблю вот такое все мехао. Мне очень нравится. Хоть я и люблю 10 класс. Но я все равно люблю всякую милую канцелярию. Она немножко поднимает настроение. И скрашивает серые будни. Пенал очень качественный. Здесь есть вот такая вот нежного розового цвета подкладка. И думаю, можно будет легко стирать этот пенал. Дальше я у одной девочки на YouTube в распаковке также товаров к школе увидела набор предметных тетрадей. Здесь 12 тетрадей. Они предметные. И я посмотрела, и мне они так понравились. Я решила их также заказать. Здесь были вот такие брошюрки. И также в подарок положили вот такие вот наклеечки. Что очень приятно. Можно использовать для, например, дневника или каких-то своих личных блокнотиков для оформления. И вот так выглядят все тетрадки. Я вам по отдельности все покажу. Первая тетрадка по литературе. Они все такие с цветочками. Но при этом хочу отметить, что внутри есть также материалы для изучения. В общем, дополнительные материалы. То есть каждому предмету даны какие-то то ли формулы, то ли определения. В общем, это очень классно. Дальше тетрадка по информатике. Они по 48 листов. В основном тетраде в клетку. Но, например, такие предметы, как русский и парочка других предметов, они идут в линейку. Дальше тетрадь по биологии. Тетрадь очень качественная, приятная, вообще тактильная. Дальше история. Химия вот такая черненькая. И английский язык. Также такого черненького дизайна. Дальше у нас тут тетрадь по геометрии. География. Русский язык. Как раз таки вот она идет, линейка. Физика вот такая вот. Здесь, как я уже сказала, идут разные формулы. В общем, дополнительные материалы. Это очень круто. Общество знания. И последняя тетрадь по алгебре. И, к сожалению, последний товар в этой распаковке – это дневник. Я выбрала такой супер обычный дневник. Не хотела никакие яркие, ничего. Это вот такой дневник мраморный, с такой веточкой. Но меня очень смутило, что он какой-то супер тонкий. Я не знаю, конечно. Наверное, в четвертом классе дневник не особо прекратится. Ну, в общем, здесь есть все поля для заметок. Там уроки, расписание, все дела. Вот так выглядит разворот на неделю. Ну, то есть, все как в стандартном дневнике. Он с 1 по 11 класс. Здесь 40 листов. Сам он в жесткой обложке. И достаточно приятный такой с матовым покрытием. В общем, мне понравился дизайн. И у него очень бюджетная стоимость. Ну, вот моя распаковка Back to School. Конечно же, завершается. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Может, вы что-то для себя нашли интересное. Что-то решили заказать для себя. В общем, большое спасибо за просмотр. Я всех люблю. Обнимаю. И всем пока.